Девушки отдыхают Стройный, красивый капитан явился для дальнейшего прохождения службы. Так началась жизнь и карьера. И вся будущая уникальная биография Керима Леича, Керимова в ракетно-космической технике. Через два года со всем хозяйством богатейшим, которое он сумел создать и организовать, он уже командует в степях Капустино-Яра, контролирует пуски первых строфейных и первых отечественных ракет. После войны, когда немцы доказали, что вообще-то можно на этой базе создать, и наше как будто и руководство в том числе высокое очнулось, что действительно мы в свое время упустили. К концу войны они уже были способны с ракетами Фау-2 и Фау-1, Фау-2 это баллистическая ракета, Фау-1 это крылатая ракета, обстреливать Лондон. И англичане, конечно, были ошарашены, что ни один самолет не летает, вдруг разрываются бомбы. И это заставило наших подумать. Вот была послана группа специалистов из разных учреждений и ведомств под руководством Сергея Павловича Королева. В Германии было изучение вот этого опыта. Там были конструктора уже по специальностям. И встретила трудности сразу. Потому что американцы были раньше наших войск. В Нортхаузене, в Лихероде. Все остатки, которые там имелись, уничтожились перед уходом на Запад. Там кое-что было найдено, кое-что, понимаете, по бумагам установили. Пришлось заставить немцев за такие дорогие паки тогда. Потому что холод был в Германии. Сотрудничать с нами, восстанавливать, помочь нам восстанавливать. Буквально через год было собрано десятка, полтора ракет из этих деталей. В связи с этим было принято решение в Верхах создать такие ракеты отечественные. Из наших деталей, материалов полностью. И попробовать воспроизвести эту технику. В 1948 году были испытаны первые ракеты уже отечественного производства, Р-1, с такой же дальностью, как Фау-2, немецкая ракета. Но через год, уже в 1949 году, была создана ракета, Р-2, которая превосходила Фау-2 два раза по дальности. С увеличением дальности ракет и мощности выводимого угроза на орбиту, стало возможным в 1957 году произвести запуск первого искусственного спутника Земли. В 1961 году мы уже имели возможность в начале года выехать на полигон с тем, чтобы произвести пуск с человеком на борту и возвратить этого человека на Землю, но сделать всего один виток. В апреле Месси, 12 апреля, наконец-то, было решено выйти на старт и отправить путешествие космическое первого человека в космосе. Председателем Госкомиссии я стал в 1965 году и рекомендовал мне Сергей Павлович Королев, потому что он уже знал, какую я должен выполнять работу, смогу ли я справиться с этой работой. Вы знаете, космонавт видит председателя Госкомиссии непосредственно в заседании Госкомиссии, когда принимается решение, какой экипаж пойдет первым. Но его профессия, я думаю, несравненно шире. Этим, вообще-то, решением занимается комиссия. То есть люди, каждый высказывает свое мнение, аргументирует и так далее. Но решение все-таки принимает председатель Госкомиссии. Мне, как интернационалисту, всегда приятно, когда представитель какого-нибудь народа, который не является самым большим на планете и достигает достаточно высоких таких позиций. Поэтому я рад и за азербайджанские народы, и за Кирима Алиевича. Перед каждым стартом проходило заседание Госкомиссии, на которой он, Кирилл Ильич, заслушивал все направления представителей всех ведомств и министерств в этой кооперации. «Товарищ председатель Государственной комиссии, экипаж космического корабля «Союз-М4» к полету готов. На макир экипажа полковник «Уток». Желаю вам успешного выполнения программы полета и благополучного возвращения на родную землю». Здравствуйте, дорогие океаны. Здравствуйте. Меня попросили рассказать вам, как идет подготовка очередного экипажа посещения вашей станции. Мы сегодня с утра, в 10 часов, собирались еще раз и решили завтра утром рано вылетать на Байконур с тем, чтобы там завершить подготовку и направить корабль в ваш адрес. Как вы себя чувствуете? Какие у вас есть вопросы к нам? Мы готовы ответить. Но чувствуем мы себя неплохо. Все в том, что человек, который посмотрит со стороны на нашу планету, он как бы внутренне немножко меняется. Мы много материалов по съемке поверхности, видеоматериалов уже отправили на землю, еще отправили. Я думаю, наверное, всем будет, особенно молодежи, школьникам будет интересно посмотреть на континенты, моря, озера, леса. КОНЕЦ Комплекс, который мы испытываем в данный момент, это союз, мир, прогресс. Он является надежным комплексом. Этот комплекс, по сравнению, если взять комплекс, пилотируемый, используемый в Соединенных Штатах Америки по проекту Space Shuttle, он намного проще. И, следовательно, тоже надежнее. КОНЕЦ Дорогой Кирилл Олегович, мы сердечно поздравляем вас с великим юбилеем вашей и нашей жизни. 25 лет вы были бессменным председателем Государственной комиссии и давали разрешение на старт космических кораблей. Безусловно, это разрешение было для каждого космонавта разрешением воплотить мечту в реальность. Ваше спокойствие, ваша уверенность специалистов в технике передавалось всем, в том числе и космонавтам. Это, конечно, очень важно перед такой большой работой. Мы все признательны вам за добро, которое вы несете знаниями, опытом. В Кремлеичи знают космонавты всего мира. Я, например, лично просто уважаю этого человека как очень умного, грамотного, очень интеллигентного. И главное то, что с Кремлем Алиевичем можно поговорить не только на космическую тему. Я пообещал Кериму Алиевичу о том, что я еще песню спою на украинском, но песни спою. Он замечательный человек, замечательный сын великого азербайджанского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На этом месте впервые я услышал звуки музыки, издающиеся из большого рупора, который стоял на втором этаже здания Исмаилия. Я тогда не знал, что это радиопередача. Думал, что это из помещения в рупор играет оркестр. А здесь собрался народ, и я вместе здесь потоптался с ними. А потом мне дядя доктор разъяснил, что это не из помещения, а играло радио, новое изобретение человечества. И придачу подарил мне первый детекторный приемник, с чего и началось мое знакомство с радиотехникой. Приемник этот мы слушали в наушники. Потом это надоело, захотелось, понимаете ли, в репродуктор. Пришлось сделать усилитель. Этот усилитель уже сделал я сам. По ночам работал в радиоузлах, ремонтировал технику, получал деньги, поскольку это необходимо было для содержания моей молодой семьи. В начале 42-го года я защитил диплом и поехал учиться в военную академию, которая положила мое направление в создании ракетного вооружения. И в частности, занимались мы тогда твердотопливными ракетами, так называемыми «катюшами». Снабжали фронт после окончания академии и занимались ее дальнейшим совершенством. Снабжали фронт после окончания академии и санта-профронт после окончания академии. Снабжали фронт после окончания академии Снабжали фронт после окончания академии, и санта-профронт после окончания академии. Снабжали фронт после окончания академии, санта-профронт после окончания академии, санта-профронт после окончания академии, санта-профронт после окончания академии, санта-профронт после окончания академии и санта-профронт после окончания академии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперимент Гюнаш конкретно сконцентрировал в себе не только большие успехи, но и подчеркнул основные тенденции развития перспективных направлений науки Азербайджана. Уникальность этого эксперимента, прежде всего, мы видим в полученных результатах, столь необходимых для науки и практики. Аппаратура поводного эксперимента была привезена на космическом грузовике на прогрессе 23. Это уникальный рентгеновский телескоп. Один из них был разработан специалистами научно-производственного объединения космических исследований Академии наук Азербайджана. Этот телескоп был изготовлен в Баку, и он существенно отличается от предшествующих рентгеновских телескопов. Мой отец всегда очень внимательно относился к успехам азербайджанских ученых и тех, кто работал в космической отрасли. И особенно его интересовало НПО космических исследований в Баку, которое было создано великим Гейдаром Алиевичем Алиевым. Папа не раз встречался с Гейдаром Алиевичем. Он очень высоко оценивал его человеческие качества, его способность руководить республикой и делать все для того, чтобы республика процветала с каждым днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда я сюда приезжаю, первая забота заглянуть в институт, который вы в свое время создали в Академии наук, организовали такой институт, и он вот развивался. Потом мы почувствовали, что у нее база в Академии наук очень узка, надо дать его в промышленные органы. И впервые в России было создано Министерство ракетно-космическое, названное для народа общего мышлостроения. И вот в этом министерстве я возглавил Главное управление, которое отвечало за это дело. И потом помню с первого шага, чем занимался этот институт. И сейчас я считаю своей обязанностью продолжать это делать. Академия Здесь, хоть и не слышит Кирилл Малиевич нас, но от нас всех большое спасибо за то, что мы сумели осуществить свою мечту, за то, что мы смогли слетать, поработать, отработать все, что нам положено в космосе, и живыми вернуться на родную землю. Меня всегда поражали и восхищали некоторые черты Кирилл Малиевича и, прежде всего, его аналитический ум. Где бы и что бы он ни говорил, у него всегда была ясность мыслей и необыкновенная логика мышления. Это преданность, необыкновенная преданность своей стране, азербайджанскому народу, своей семье, космонавтике. И, наверное, вот эти все качества, они и притягивали к нему людей. И очень многие люди, все, кто прошли через его жизнь, его любили и уважали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok